Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами обсуждаем очень важную, на мой взгляд, тему, как живется инвестору в отечестве родимом, права инвесторов, низкая защищенность, и как вообще решить эту проблему, ну если она, конечно, существует. А о том, существует ли она, безусловно, знают мои гости. Сегодня в гостях Антон Сафонов, аналитик Инвест Кафе. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. И Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал» управления активами. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Ну, вне зависимости от инвестиционного фонда, как настроение у вас? Настроение хорошее. Да? Это не связано с тем, что низкая защищенная справа инвесторов? Нет, именно с этим и не связано. Ну и слава Богу. Хорошо. Уважаемые слушатели, я хочу напомнить вам, что у вас всегда есть возможность позвонить в студию прямого эфира, телефон 6510996, задать вопрос моим сегодняшним гостям, либо свой вопрос опубликовать на сайте финам.фм. И наши гости с удовольствием вам на ваши вопросы ответят. А мы начнем традиционно с того, что посмотрим на ситуацию на финансовых площадках. Картина маслом на 1805 Москвы. Америка открылась и основные фондовые индикаторы американского рынка торгуются разнонаправленно. Dow Jones чуть ниже нулевой территории, да, минус 1,1 S&P чуть выше. Наши также близки, хотя нет, РТС прибавляет практически 1% сегодня и ММВБ там же. 1443-1457 на текущие котировки. Нефть, нефть марки Brent тоже чуть больше 1%, 112 долларов за баррель. Ну давайте золото я посмотрю, 1624 доллара за унцию. У ключевого сопротивления находится металл. Ну и евро-доллар сегодня отскакивает 1,2069 текущая котировка. В общем так все достаточно оптимистично. Основной набор голубых фижек наших также торгуется в зеленой зоне. Можно сделать вывод, что не так все плохо. Как считаешь, Антон? Да настроение вроде вообще хорошее. Хорошее. Не только у нас, но видимо и у участников рынка. А с чем связано оно? Хорошее настроение я имею в виду. Достаточно того, что все-таки лето, несмотря на то, что последний месяц продолжается. Лето, погода хорошая. Этого достаточно, чтобы настроение хорошее. И индекс РТС вот начинал, так сказать, у нас. Ну этого недостаточно, но все равно внешние факторы позволяют. Какие, например? Ну, во-первых, все вроде более-менее так затихло в Европе. Сегодня итальянцы размещались, по-моему, да? Однолетние облигации и доходность у них была выше, чем на прошлом аукционе. По-моему, там на 0,72%. Ну, как видно, уже... Уже никто на это не реагирует. Да. Ну, это нормально. Сейчас надо на погоду реагировать в основном. Да нет, я думаю, просто в Европе, опять же, отсутствие каких бы то ни было новостей, все в отпусках, поэтому все оптимистично смотрят на рынок. То есть, традиционно говоря, отсутствие негатива, это позитив, поэтому давайте покупать. Ну что ж, я боюсь, что именно на этом сегодняшний наш оптимизм с вами исчерпается. Потому что, во-первых, уважаемые гости, я хочу напомнить, тема сегодняшней программы низкая защищенность прав инвесторов России, низкая защищенность прав инвесторов России, звучит-то как ужасно. И дальше, сейчас мы, во-первых, я хотел бы от вас услышать, действительно, эта проблема существует. Ну и потом, поскольку программа, напоминаю, называется «Сухой остаток», к финалу хотелось бы понять, а что в сухом остатке, если эту проблему существует, как же ее решить? Есть ли пути ее решить? Ну, давайте начнем вот с этого. Андрей, видишь ли ты проблему, что в России существует низкая защищенность прав инвесторов? Да, эта проблема есть, она существует и достаточно серьезная проблема. Я думаю, для многих инвесторов западных именно в этом проблема в том, что они сюда и не приходят. Именно поэтому, потому что защищенности как таковой здесь нет. Это не только мое мнение. Я просто озвучиваю то мнение, которое реально существует в стране. Скажем так, программа создания Международного финансового центра, она в одну из основных проблем в России ставит как раз защищенность прав миноритарьев, прав инвесторов. Ну, самая главная, конечно, проблема – это отсутствие нормальной судебной системы. И вот на втором месте как раз как следствие этой проблемы идет и несоблюдение прав миноритарных акционеров и заграли и тому подобное. Примеров тому миллионы, поэтому многие западные инвесторы попадали на всякие разные нехорошие истории, поэтому они и особо-то многие сюда и не стремятся. То есть те инвесторы западные, которые здесь присутствуют, они уже умножили на поправочный коэффициент, на те риски, связанные с тем, что в любой момент они чего-нибудь могут лишиться. Это самые рискованные инвесторы, самые безбашенные. Жадные. Жадные и безбашенные. Да, это логично. Чем больше риск, тем больше возможности заработать. То есть, другими словами, Андрей определил, проблема эта существует. Антон, согласен? Да, полностью согласен. Проблема действительно существует. При этом она характерна не только для миноритарных акционеров, но, в принципе, и для более крупных акционеров. Те, кто хочет инвестировать, имеет возможности. Он тоже те же самые иностранные инвесторы, но просто в связи с теми высокими рисками, связанными с тем, что компании некоторые не соблюдают законодательство, точнее, не его соблюдают, но и получают такие для них минимальные штрафы. Для них это вообще не страшно, и они не стараются его соблюдать в отношении именно соблюдения прав акционеров. Немножко я не понял, честно говоря. Переведу на русский. Давай. Значит, Антон хотел привести, видимо, в качестве примера истории, связанные, видимо, с выкупами. Да, то есть, реально, мы видим ситуацию, когда кто-то покупает какую-либо компанию на территории России и считает, что необходимо прекратить ее существование как отдельной компанией, присоединить ее, сделать ее частной компанией, прекратить ее торговлю на бирже и так далее. Соответственно, мы видим примеры тех случаев, когда это был мажоритарный акционер, был иностранец. Вот, предположим, покупали Вимбельдан, была объявлена цена на 50% выше рынка. Покупали Калину, то же самое. Покупали то же самое, сейчас вот Балтика заканчивается выкуп, то же самое. То есть, когда иностранный акционер по принятой на Западе исторической какой-то традиции выкупает все акции из свободного обращения, превращая ее в частную компанию, не обращающуюся на рынках, соответственно, он делает клиентам такое выгодное предложение. Они практически всегда согласны и практически всегда идут. Ну, потому что он предлагает цену больше, чем торгует. Если она на 50% выше торгующего рынка, то практически все... Это как говорят, да, он сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Практически. К сожалению, наши олигархи тоже иногда делают предложение, от которого сложно отказаться, но оно совершенно противоположного свойства. То есть, они всеми силами пытаются избежать этого выкупа и находят какие-то лазейки. Да, ну, примеров миллион, да, допустим, вспомнить ту же квадру. Посчитали, что она стратегическое предприятие, поэтому она не обязана выкупать акцию миноритариев после того, как приключилась покупка более 30%, как и положено по закону. Значит, есть какие-то другие примеры. То есть, затягивание, подведение под это какое-то... У нас юристы очень хорошо работают. То есть, у нас в законе много разных вариантов, когда можно попытаться соскочить с обязательного выкупа, и, соответственно, юриста на это дело тратить. Вот я хотел как раз уточнить. Собственно, вот эта проблема, да, то, что инвестор не защищен, его права не защищены, она прежде всего в русле именно законодательной какой-то базы. Ну, тут две проблемы. С одной стороны, это как законодательная база, да, которая там не совершенно, не до конца оформлена, как бы этого хотелось, институтным сообществом. А с другой стороны, это недостаточная активность именно регулятора, который не может, ну, точнее, не делает каких-то ярких шагов, таких показательных хотя бы, да, которые показали бы самим имитентам, что все-таки законодательство нужно соблюдать не только по букве, но и по духу, скажем так, закона. Ну, а какие могут быть от регулятора шаги? То есть, он наказать кого-то, публичная порка какая-то должна, да, например, состоять? Ну, конечно. Я думаю, да. Ну, вот по поводу того, что у нас закон несовершенный, я бы, честно говоря, поспорил, потому что, в принципе, я считаю, что законы у нас достаточно хороши. Да, у нас вообще не только относительно фондового рынка, у нас в отношении многих законов, у нас во многих сферах деятельности существует практически калька с тех законов, которые есть на Западе, и эта калька достаточно хороша. Она покрывает, ну, она разрабатывалась и существовала уже там сотни лет. То есть, мы ничего не сочиняли, а просто... Абсолютно. У нас вопрос, у нас хромает исполнение этих законов на обе ноги, и руки, и всех частей тела. Поэтому, вот, в смысле того, что законы, да, законы у нас хорошие, но, к сожалению, мы не видим присутствия, вот, в случаях с различными монетарными акционерами, мы не видим присутствия регулятора, к сожалению. Живой пример — это седьмой континент. То есть, ситуация, когда, ну, из-за копеечной суммы, мягко говоря, да, мажоритарный акционер всеми силами увиливает от того, чтобы объявить тот положенный байбэк, который он должен был объявить в случае приобретения пакета более 30% акций от уставного капитала. Он всеми силами увиливает от этого уже два года, и, мягко говоря, регулятор ходит за ним, и, значит, по итогам каких-то его действий накладывает там, значит, запрет на то, что он сделал. Ребята, давайте как-то опережать процесс, давайте мы будем идти впереди, где профилактические действия. Давайте у нас будет мощный шлагбаум на пути, и одно, два, три серьезных таких предупреждения, возможно, придут к тому, что остальные уже не захотят делать подобным образом, не захотят ущемлять права миноров. Тем более, что стоит это в большинстве своем случаем копейки. Допустим, по тому же седьмому континенту, если прикинуть, да, реально, реально, основной мажоритарный акционер выкупил 25% у другого крупного акционера в середине десятого года. Так вот, разница между той ценой, которую он сейчас всеми силами пропихивает, 100 рублей, и той ценой, которая была тогда, это всего лишь 13 миллионов долларов. 13,5 миллионов долларов. Это копейки. Для людей, которые входят в список форш, да? Вот именно, это не деньги. Вот, я думаю, на юристов уже потрачена сумма сопоставимая с этой разницей. Спасибо, очень интересно, продолжим через некоторое время. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем наш сегодняшний разговор, обсуждаем важную, ключевую, я бы даже сказал, проблему, проблему инвестклимата, проблему незащищенности прав инвесторов в нашем государстве. В гостях у меня сегодня Антон Сафонов, аналитик инвесткафе, и Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, более-менее выстраивается картина маслом, да, я так понимаю, что мы говорили, действительно, проблема эта существует, в каком русле эта проблема, в русле законодательства, хотя вот здесь, да, некий, так сказать, несовпадение точек зрения обнаружил, но это нормально, это на самом деле нормально. Все-таки есть, наверное, проблемы законодательные, но больше проблема исполнения этого самого законодательства и неэффективности регулятора. Я правильно, как, кстати, регулятор называется, который должен регулировать? ФСФР. ФСФР, Федеральный служб финансового рынка. Вот он. К нему оперировать будем все дальнейшие сегодня эфир. И я, с вашего позволения, хотел бы, значит, сосредоточиться на одной из отраслей, да, инвестиционной деятельности, это рынок недвижимости, я знаю, он вам близок. Вот, я почему об этом хочу спросить, достаточно широко некоторое время назад в СМИ освещалась история такой компании РТМ. Знакомый, Андрей, да? Да, конечно. РТМ. То, что эта фирма достаточно активно привлекала инвестиции, а потом каким-то образом уходила от ответственности, да, собственно, инвесторы своих денег не получали, результатов этих инвестиций нет. В частности, ООО инвестиционные фонды до сих пор не может вернуть практически половина, полмиллиарда рублей. Если можно, Андрей, поподробнее, что это, как это, и главное, опять-таки, да, почему такое возможно в России? Ну, начнем с главного. Почему это возможно? Хотя, видимо, этим скорее закончим. На самом деле, на самом деле, ситуация после кризиса 2008 года позволила многим нечистым на руку бизнесменам, даже в отсутствии каких бы то ни было проблем в их компаниях, под общую сурдинку сплясать одинаковый танец. Да, то есть, дескать, в компании есть проблемы, и разными способами попытаться эти проблемы усугубить, с тем, чтобы подвести ее под банкротство и уйти. Ну, в случае дефолтных облигаций, эти истории все уже достаточно давно на слуху, много об этом известно и так далее. Компания РТМ – это единственная компания акций, которые обанкротились, ну, точнее, которые обанкротились, акции ее были публичными, то есть, это единственная публичная компания в России, которая перестала торговаться на бирже. Правда, сам процесс до конца еще не закончен. Значит, проблем здесь много, да. Значит, начнем с того, что она была создана двумя бизнесменами в доле 50 на 50. Соответственно, после этого туда добавились другие. После того, как после кризиса в 2009 году нависли долги, а занималась она в основном различной недвижимостью, в основном коммерческой, да, торговой недвижимостью. Причем активы были достаточно разнородными, были разбросаны по многим городам, разноформатные. Четкого бизнес-плана, насколько я понимаю, все-таки не существовало. Возможно, когда существовало, но, значит, стали подбирать все, что лежало плохо. На это потребовались деньги, брали деньги в долг. Соответственно, потом кризис. Банки перестали давать кредиты, перестали отслуживать. Они успели выскочить на IPO, разместить акции, таким образом погасить достаточно большую долю долгов. То есть до этого момента все как-то по-честному, да? Ну, у них как-то с самого начала все оно было с какими-то такими загвоздочками, да. Ну, в силу того, что, скажем так, РТМ это как бы дочерняя структура холдинга Марта, у которого уже были проблемы к тому моменту. Потому что у него была сеть самохвал, у него были, значит, проблемы с тем, что Билло создает совместное предприятие с немцами. То есть изначально уже было много чего, но, во всяком случае, без шероховатости не обходилось. По-любому, если посмотреть вообще на все компании, которые занимались недвижимостью до кризиса, они после кризиса все получили достаточно много разных проблем. Как коммерческая недвижимость, как жилая недвижимость, как торговая недвижимость, жилая элитного класса, жилая массовой застройки, коммерческая офисная и коммерческая торговая. Ну, то есть никто не ушел, значит... От ответа. Никто не... Нет, ну это объективные проблемы какие-то, да? И как-то решают по-разному, я так понимаю? Ну, на самом деле сложно сказать, что это проблема объективная, потому что до конца мы никогда не узнаем всей правды. Ну, я даже не это имел в виду, я имею в виду, это последствия кризиса. Ну, вот... Куда деваться? Ну, последствия кризиса по-разному тоже воспринимались, потому что здесь еще была проблема и в том, как действовали те, кто давали им деньги в долг. Вот. Причем я, извини, пожалуйста, да, я хотел бы подчеркнуть, что среди их инвесторов, да, мы наблюдаем и структуру банки государственной. Да, и государственные. Банки крупные и частные, и частные компании, да вот, в частности, инвестиционные фонды такая компания, о которой я упомянул. Да, на самом деле, на самом деле их было достаточно много, вот, и, скажем так, действовали они тоже по-разному. Ну, во-первых, может быть, в силу того, что предметом залога были разные вещи. У кого-то были заложены активы, реально стоящие домики, а у кого-то акции и за ними ничего. Непонятно что, конечно. Вот. И по большому счету мы приблизились к одному из тех ответов, которые ждут от нас слушатели, да, и, в принципе, многие инвесторы в стране. Я думаю, что должен существовать единый реестр. Единый реестр. То есть приходим, открываем, да, компания там, АБВГД, РТМ или разный другой набор букв, неважно, как она называется, и там четко указано, какие вещи заложены. У каких банков и подо что. Изначально, что там есть вообще за этой компанией. Нет, ну, что там есть, оно должно быть четко структурировано, записано, да, там активы в недвижимости, активы там, активы сям. А так иначе получается, что люди приходят, да, дают залог под акции, а, соответственно, выясняют, что за этими акциями уже ничего нет, потому что, а, либо уже это все растащили, либо залогодержатели банки, они, банки-то, они особо не идут на акции. Они в основном идут на что-то, то, что можно потрогать. Поэтому обычно залоги у банков, земельные участки, которые они оценивают дешевле, и какая-то недвижимость, которая не оценивает дороже. Все. Все. И, по большому счету, вот все проблемы, которые были тогда после кризиса, мы, соответственно, видели, что у многих банков на руках остались залоги, недвижимость, акции, я не знаю, облигации, векселя, бог знает чего еще. И, соответственно, каждый по-своему решал эти проблемы. Так вот, если бы на самом деле у ФСФР был этот единый список, во-первых, многие бы туда не вляпались, потому что нельзя, чтобы нормально залоги пересекались. Потому что там уже начинаются договора между банками. У этого, значит, кусочек этого здания, а у меня уголок и пять офисов с той стороны. Соответственно, у этого акции, которые вообще на всю холдинговую компанию, куда входит это здание и так далее. Нормальный реестр всех залогов, который доступен всем. Потому что, по большому счету, некоторые банки выживают за счет того, что они отнимают эти залоги и потом продают. Но это многое зависит от силы банка. Есть у нас банки, которые специализируются на подобной проблематике и хорошо решают, и хорошо себя чувствуют. И слово «отнимает» немножко непонятно. Отнимает, что это значит. Ну, по большому счету, да, допустим, если мы посмотрим пример Америки, да, то там проблемы задолженности со всякими этими возвратами и так далее. Банки всеми силами стараются дать возможность заемщику как-то попытаться выжить, да, там, привлечь откуда-то денежку еще, постараться восстановиться и так далее. У нас, если, скажем так, соотношение залога к объему, значит, кредита выданного хорошее, то можно не ждать. Можно постараться это все дело решить в судебном порядке досрочно и, соответственно, потом это продать. Реализовать просто. Конечно. И цена, скажем так, реализации уже будет не особо важна, потому что если ты забрал за 20%, то ты с удовольствием за 50% реализуешь. А дальше пусть уже разбирается. Так вот, вернемся к РТМу, да. К РТМу, помимо, скажем, того, что была неразбериха с различными залогодержателями, была еще большая проблема и неразбериха с собственниками. Они между собой враждовали, кто-то кого-то кидал там и так далее. И в результате картина получилась следующая. С одной стороны, есть собственники акций и миноритарные акционеры, в том числе и уважаемые компании, которые попали на то, что они купили акции, компании, из которой в то же время недобросовестные собственники различными способами выводили эти активы. А так как это разнородные компании, то они стали делить, да, там, это РТМ Липецк, это РТМ Самара, это РТМ еще, боже, где, и оттуда, отовсюду, что-то куда-то кому-то закладывали. Опять же, в законе прописано, скажем так, положение о том, какой долей собственности может распоряжаться сам генеральный директор, там, до определенного, там, 5-10% вот чистой стоимости всей компании. А дальше уже решение принимается либо советом директоров, либо это выносится на общее собрание акционеров. Так вот, в принципе, можно занижать стоимость, генеральный директор может вывести это, продать, ну, продать можно за любые деньги, опять же, за рубль можно продать, за 5 копеек. А потом продать уже в собственных интересах подороже. Вот, и, соответственно, вся эта неразбериха с собственниками привела к тому, что непонятно, какие активы находились под именем РТМ. Точно так же неразбериха с залогодержателями привела к тому, что каждый просто пытался урвать что-нибудь себе, и в результате процесс ни с той, ни с этой стороны не был структурирован до конца, и, соответственно, сейчас мы имеем то, что имеем. То есть акции были выведены с биржи, то есть биржа приостановила их в торговлю, потому что не понял, что это за акции, что за ними есть вообще, или это пустые бумажки. Вот, а сам процесс банкротства до конца не доведен, и, соответственно, там идет конкурс. И до сих пор не доведен? Нет, то есть там идет конкурсное производство, пытаются найти какие-то активы, вот, но владельцы акции, это держатели пятой очереди, поэтому владельцам акции, скорее всего, ничего не достанется, дай бог, если тем, кто давал кредиты основным, значит, первое, ну, первое, это идет государство, а второе, уже частные банки, которые давали кредиты, вот те, кому что-то может достаться. Извини, пожалуйста, меня вот очень интересует, если я правильно понял, да, вот эта перетурбация с акциями, собственники, да, ты говоришь, можно, они могут туда вывезти, перепродать, подешевле, это уже после того, как эти акции в залоге? Нет, вот когда акции в залоге, тогда уже нельзя. Ничего нельзя. Но я говорил о чем? О том, что есть перетурбация с акциями, а есть перетурбация с имуществом, которое под этими акциями, и оно никак не связано друг с другом. Вот в чем дело. Акции могут лежать в залоге, а реально-то под ними, вот вчера стоял домик, а сегодня этого домика нет. А что я его продал? Да? Гениально. Это проблема законодательства. Нет, это не законодательство. На самом деле законодательство нормально все это. За этим нужно следить, бить по рукам, наказывать и так далее. На самом деле господин Трифилов сейчас находится в федеральном розыске, один из основных акционеров, первых акционеров. И, соответственно, я не знаю, чем это закончится. Но у нас можно находиться много лет в розыске, и это ни к чему не приведет. Знаем даже до тех, кто неплохо себя при этом чувствует, находясь в розыске. Да, законодательство у нас тот же вывод активов, да, он преследуется, наказывается, и в принципе там он предусмотрен. Ну, то есть вот все то, о чем рассказал сейчас Андрей, да, это все уголовно наказуемые деяния. Нет. Нет. Если что-то по закону, то есть если по закону генеральный директор имеет право до 10% от чистой стоимости активов продать сам своим решением, то он это продаст. Единственное, если он скажет, что вот этот домик, который стоит 5 миллионов долларов, и, соответственно, он стоит там больше процентов от стоимости всех активов компании, он скажет, он сделает оценку левую там и так далее, и напишет, что он стоит 3 с тем, чтобы подвести под это решение. Вот это да, вот это уголовно наказуемо. Да, ну вот именно так, но проблема в том, что... За этим должен кто-то следить тогда. Ну да, то есть все решается по факту, то есть... Я в первой части говорил, называется ФСФР. Давайте, это очень интересно, мы как раз об этом поговорим через некоторое время. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаю тему прав инвесторов в России. Я напоминаю прежде всего нашим слушателям, что они могут задать вопрос моим гостям. Телефон в студии 6510-99,6, либо сайт финам.фм тоже может быть использован для вопросов. А в гостях у меня сегодня Антон Сафонов, аналитик инвесткафе, и Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Ну что ж, на мой взгляд, достаточно живая у нас сегодня беседа. Очень много интересных вещей рассказывают мои сегодняшние гости. И сейчас самое время, на самом деле, видимо, классический вопрос, да, классический вопрос озвучить, Антон. Что делать? Или кто виноват? Хорошо, пусть будут два классические вопроса. Давайте, кто виноват, в конце концов, потом будем говорить о том, что делать. Ну, как уже было сказано, проблема в том, что законодательство есть, но как бы прописано, по нему должны все действовать. Но, прошу прощения, еще раз я подчеркну, все-таки мне это почему-то важно. То есть, законодательство нормальное, нормальное. Решить на сами законы мы не будем. Нет, конечно, есть какие-то там в отдельных законах. В лазейке можно найти. Но в целом, все соответствует, скажем так, международно-стандартам, да, у нас очень любят это. Но проблема в том, что не получается так, что регулятор и, в принципе, те надзорные органы, которые должны за этим следить, что они не противодействуют возникновению самой ситуации. Они уже решают под фактум наказывать, как наказывать, может быть наказывать, может быть не наказывать. А было ли что-то, либо этого не было вообще. Кошмар, значит, вещи называем своими именами. Регулятор, который за всем этим следит, называется у нас ФСФР, Федеральная служба по финансовым рынкам. Во главе сейчас стоит господин, напомнили, господин Панкин. Ну, сейчас практически мы будем, да, мы будем сейчас адресовать, да, некую тираду уже персонафицированную, да, Андрюш? Ну, я думаю, что вот в вопросе, скажем так, вопрос с банкротством девелоперских и подобных компаний, я думаю, что нужно взять и второго регулятора. То есть это должен быть и Минфин, и ЦБ. Потому что, скажем, мы видели дружную работу всех банков частных, после того, как начали банкротиться всякие разные, или пытаться обанкротиться, всякие разные девелоперские компании. Ведь не секрет, что многие, скажем так, компании отошли государственным банком. Да, тот же ГАУС Девелопмент из системы перешел в ВТБ, соответственно, Донстрой, то же самое было у Сбербанка, ему тоже достались некоторые компании и так далее. Вот. И на самом деле, после того, как все огрехи девелоперские, причем не все, вот хотелось бы подчеркнуть, не все, да, все огрехи удалось выяснить. Потому что скелеты всплывают еще, уже прошло, там, два с половиной года после этого кризиса, девятого, восьмого, девятого годов. Скелеты четыре года уже прошли. Ну, в этом смысле да, но я имею в виду, что скелеты продолжают всплывать, да, то есть там какие-то котлованы выкопаны не там, там сколько-то миллиардов денег, значит, закачано, а там приходишь, там на самом деле один котлован и так далее. И государственные банки с этим делом тоже попадали, то есть они приходили, оценивали, забирали все эти компании за один рубль, там, как обычно это было. Вот. Потом они все это дело оценивали и выяснялось, что еще там, значит, много чего набежало, потому что ребята успели где-нибудь что-нибудь там заложить, что-нибудь, каких-то дополнительных левых кредитов привлекать и так далее. Так вот, на самом деле, после всего этого дела мы видели нормальную, дружную работу банков. Да, то есть и государственные, и частные банки, они все оказались в одной лодке и увидели, что у нас тут кредиты, по которым бог знает, что мы вообще можем получить или, скорее всего, ничего не получить. Тогда они дружно все объединялись, создавали какие-то объединения, ну, понятно, что самый большой пытался расплескать немного воду в лодке, но, тем не менее, в принципе, работали дружно. Так вот, я думаю, что этот процесс мог бы быть и до того, до того, то есть, возвращаясь к проблемам, давайте пусть залоги будут не закрытыми для всех, пусть они будут открытыми, пусть они будут доступны, ну, бог с ним, пусть они широкой публике не будут доступны, Ну, широкой это ни к чему, конечно. Но Минфин или ЦБ пусть держат все под контролем, да, там, с тем, чтобы за отметочкой, ну, как обычно, если кто-то где-то что-то говорит, что нужно получать разрешение дополнительно Минфини или ЦБ, то понятно, что тут опять же вступают разные... Бюрократия, так это называется. Да. Но, с другой стороны, все равно необходим единый реестр всех залогов, с тем, чтобы те же банки, так как они дружно ведут себя после дефолтов и кризисов, да, точно так же вели себя дружно до того, с тем, чтобы они не пересекались. Ну, на этом многие, конечно, деньги зарабатывают, но, тем не менее, вот проблема могла бы решаться на стартовом уровне. Вот, это первое. Теперь по второму регулятору, да, по ФСФР. На самом деле, ну, как показала даже американская практика, оценивать работу компании только по отчетности, тот же НРО, отчитывался замечательно и так далее. Вот. Оценивать работу по отчетности, это, наверное, все-таки не позволит четко определить, на самом деле, выведено или нет что-либо из компаний. Но, возможно, что в некоторых отраслях имело бы смысл подвигать вот эти планочки, да, то есть, допустим, а давайте запретим генеральному директору в компании, в которых есть возможность вот такие разнородные активы, связанные там с кирпичами, домиками для бездомных поросят или еще какой-нибудь такой ерундой, да, соответственно, понизим ставку для генерального директора с тем, чтобы не было возможности что-либо продать, заложить, вывезти из компании и так далее. То есть, не провоцировать его просто. Да. На самом деле, можно подвигать рамку, попытаться посмотреть, потому что, ну, если взять какую-нибудь нефтяную или газовую компанию, ну, сложно предположить, что генеральный директор выведет оттуда какое-нибудь месторождение или еще. Они, скорее всего, все оформлены едино и так далее. А вот там, где есть какие-то разные активы, причем разного класса и качества, я думаю, лучше все-таки планку подвигать и тогда, наверное, все-таки передать права и полномочия общему собранию. Но, с другой стороны, это, опять же, никакая не страховка. Это одно из небольших предложений. 100% страховки, я думаю, все-таки должны заниматься специалисты, потому что они получают всю отчетность от всех компаний. Соответственно, они видят, да, по отношению компании к тому, что они не хотят представлять отчетность, они уже должны понимать о том, куда движется компания. Потому что... В чем причина, да, потому что я их хочу? Если она хочет стать частной, ребят, вот есть процедура, которая четко в законе прописана. Идите, выкупайте всех миноров, становитесь частными и уходите с фондового рынка. Нет проблем. Привлекайте кредиты в банках, это уже к другому регулятору, соответственно, там уже по залогам будут обслеживать. А так, у нас происходит пересечение как бы чисто физических активов, да, залога физических активов, или не дай бог, если они еще там что-нибудь вырабатывают, еще у них остатки на складах чего-нибудь лежат, и фондового рынка. И, соответственно, получается так, что недобросовестные владельцы компаний в одном месте могут заложить акции, в другом заложить те активы, которые под этими акциями. Главное, что не уследишь за этим. Да. Вот в чем проблема. То есть, возможно, что, ну, мегарегулятор мы создавать не будем, бог там, у нас и так хватает мегарегуляторов и вообще регуляторов. Вертикаль будем выстраивать. Нет, пусть у нас регуляторы обмениваются этой информацией, и, в частности, увидели движение. Ну, в конце концов, ты же привел пример, действительно, когда петух, пардон, уже клюнул, да, и банки начали активно друг с другом взаимодействовать, до этого они... Но без всяких регуляторов, они сами начали действовать, потому что это в их интересах. Андрюш, ну, прости, Антон, Андрюш, ну, более-менее, значит, мы поговорили сегодня о том, как на рынке недвижимости, да, ну, если не спасение, по крайней мере, ну, по крайней мере, как мог бы выглядеть ответ на вопрос, что делать. А в других сегментах, наверняка, ведь проблемы инвесторов, да, и, я не знаю, там, в сегменте ритейла того же самого, они же тоже существуют. Да, в других сегментах все, на самом деле, все аналогично, то есть... Конечно. Я начал фразу, я, в их сегментах, я ждал, все, на самом деле, замечательно. Но, к сожалению, это не так, да? Ну, просто немножко разная специфика деятельности, да, но смысл тот же самый, то есть, где-то активы вывести проще, где-то их сложнее, где-то, ну, там, те же залоговые требования по-разному оформлены, но смысл точно такой же, то есть, нет какой-то активной деятельности со стороны надзорных органов. Вот это, в принципе, основная причина того, что сами компании при желании, они просто игнорируют необходимость соблюдать права инвесторов, не хотят, хотят сэкономить, там. То есть, у них есть просто возможность такая, получается, да? Не соблюдать права инвесторов. Ну, на самом деле, их просто никто не бьет по рукам. Даже Северсталь, допустим, затягивает выкуп силовых машин. То есть, есть по закону определенное количество дней, когда она должна объявить. Соответственно, все сидят, инвесторы ждут. Объявят, не объявят, объявят, не объявят. На это гадание на ромашке, потом, бад, значит, не объявила. Ну, все сидят, ждут. А ФСФР теперь обратится к компании, объявит ей какой-нибудь авиатор. Да, да. Они могут выставить ей какой-то копеечный штраф и дальше опять сидеть и ждать. И дальше уже вступает в силу добрая воля, по большому счету, мусулькарного акционера. Потому что, пример мы приводили, иностранные инвесторы, они идут без всяких ударов по рукам, без всякого гадания на ромашке. Даже опережая все графики, которые по закону положены. А кто-то не хочет этого делать, а не хочет ничего объявлять. Так что, я думаю, ФСФР надо жестче к этому вопросу относиться. Помимо того, что следовать фарватере уже за кем-то, давайте будем как-то бить по рукам. И давайте, наступил срок, давайте, штат у нас позволяет отслеживать крупнейшие компании. Возьмите там, не знаю, на бирже торгуются тысячу компаний. Давайте возьмем тысячу компаний, будем четко по ним отслеживать. И нормально. Процедура не началась, все, ФСФР выносит не какой-то там ерундовый какой-то... А четко уже какие-то серьезные нарушения. Причем, какие-то не нарушения, я имею в виду, а какие-то, ну, может быть, штрафы, может быть, еще что-нибудь такое, предписания какие-то серьезные, связанные с тем, что они ударят не по минорам, а по мажорам в данной ситуации. Антон, вопрос к тебе, смотри, вот то, о чем Андрюша говорит, да? Есть ли вся эта информация, собственно, доступна ли она, да? Ну, и прежде всего для регулятора, чтобы он мог таким образом оперативно ею владея, да, оперативно реагировать на какие-то вещи? Ну, все публичные компании отправляют отчетность, ну, по крайней мере, должны отправить отчетность в определенные сроки, установленные. При этом сам регулятор может в любой момент запросить необходимую информацию для дополнительную. То есть, проблемы в доступе к информации у регулятора нет. Она есть, конечно, у, там, особенно у миноритальных акционеров, у частных инвесторов, да. Им иногда очень сложно получить какие-то там исчерпывающие данные по тем или иным интересующим вопросам, что у непосредственного компании. Ну, историю Алексея Навального, вы знаете. Он до сих пор пытается получить. Поэтому со стороны регулятора тут вряд ли можно говорить о каких-то недостатках в информации, потому что при желании ее можно получить почти у всех и почти в любом случае. Конечно, могут быть какие-то исключения, но они там единичные случаи. То есть, просто нужна воля этого самого регулятора. Вот именно этого слова и как раз не хватает. Не хватает воли. Да. Нужна воля. На самом деле, возможно, что регулятор, конечно, завален этой макулатурой, потому что, по большому счету, помимо тысячи публичных компаний, которые торгуются на рынках, есть еще огромная масса тех, которые не публичные, но тоже приносят все свои отчеты и так далее. Но я думаю, что, ну, вспомнить, допустим, кризис 98-го года, когда ФСФР сделала этот оперативный центр и там 20 крупнейших брокеров, по-моему, 20 или 25, я точно уже не помню цифру, они ежедневно отчитывались перед ФСФР, ну, тогда она по-другому ФКЦБ называлась, но разницы никакой. Они ежедневно отчитывались с тем, чтобы не наступил коллапс, да, когда там кто-то один обанкротится, у какой-то проблем возникнут, а там у многих возникали проблемы. И цепная реакция. Да, и, соответственно, они ежедневно в режиме, и, соответственно, ручное управление, как любят у нас в стране, у нас вообще все страны вручную управляются. Поэтому было бы неплохо, чтобы вот вручную, да, там крупнейшие компании, которые торгуются на бирже, имели возможность как-то четко следовать духу и букве закона и соблюдать те же права минолитария. Ну, просто инвесторов соблюдать. Скажите, пожалуйста, мы, в принципе, начали с того, что поговорили о правах иностранного инвестора сначала, да, ну, примеры тоже Андрей приводил. Потом мы достаточно плотно, на мой взгляд, да, занялись уже проблемами инвесторов отечественных, а есть у них принципиальная разница, я имею в виду, в проблемах и в правах. Ну, за исключением того, что там юридически это резидент, это не резидент. Ну, есть различия между российским и западным инвестором в плане того, что есть ряд отраслей, которые законодательно ограничены в допуске туда иностранцев. Так называемые стратегические отрасли, куда инвесторы западные не имеют права входить. Вот, сейчас идет разговор о том, чтобы расширить этот список, но к теме нашей это особого отношения не имеет, да, потому что они понимают, что в любой стране есть свои стратегические отрасли. То есть это нормально, да? Это нормально, да, потому что если посмотреть на те ограничения, которые есть в США, то там есть ограничения для иностранных инвесторов и в том числе и городских стран. Спасибо, очень интересно, давай чуть позже продолжим. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем разговор о правах инвесторов в России. Разговор интересный, разговор важный. Сегодня в гостях у меня Антон Сафонов, аналитик Инвесткафе, и Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Вам, уважаемые слушатели, я напоминаю телефон прямого эфира 6510-99,6, либо сайт финам.фм, куда вы можете опубликовать свои вопросы, либо позвонив, либо на сайте этот вопрос написать. Мы продолжаем разговор, и сейчас я попросил бы моих гостей поговорить о том, есть ли разница в правах инвестора иностранного, который пытается инвестировать в Россию, и подобными же правами в отечественные инвесторы. Есть ли разница? Ну, разницы в правах нет никакой, абсолютно. Есть разное восприятие. Западные инвесторы пришли к нам с цивилизованных рынков, имея исторический опыт того, что если написано в законе, что их права будут четко соблюдены, что акции или облигации, или бог знает что еще принадлежащие им, это цивилизация, и никем неукоснительно исполняется, никуда не исчезнет, то они и живут в этой парадигме, и чувствуют себя прекрасно. Я бы давал еще наивные, а не наивные. Наш человек, становясь инвестором, он знает, где он родился, и он пригодился. Да, и соответственно он понимает, что все, что написано, это, конечно, замечательно, но в какую-то секунду, если кому-то будет выгодно, оно может быть не исполнено. О, и вот, Александр Ильич, а кому это, и в какую секунду, ну ладно, бог с ним секундами, и когда это может быть выгодно, о чем сейчас речь? Ну, мы можем говорить либо о мажоритарных акционерах, которые ущемляют права миноров и не соблюдают, не выкупают, не выплачивают дивиденды, делают доп. эмиссии, ущемляющие права и так далее. То есть масса различных вариантов существует. Либо же мы говорим о каких-то а-ля рейдерских захватах, когда, скажем так, может пострадать мажоритарный акционер, если это выгодно какому-то другому, более крупному, более хищному акульщику какому-нибудь, который может все это дело оттяпать с применением тех технологий, которые существуют в рамках нашей несовершенно судебной системы. Ну, как, дикий-дикий запад, как-то мне, почему-то такая аналогия, Антон. Ну, если применять эту аналогию в целом, в целом к ситуации, то можно так представить, конечно. Давайте, у нас есть звонок, вопрос, послушаем нашего слушателя. Добрый вечер, вы в эфире, спрашивайте, пожалуйста. Здравствуйте, меня вот зовут Денис. Да, Денис. У меня, знаете, вот такой вопрос. Как вот можно заставить акционерную компанию Дорогобуш заплатить дивиденды за прошлый год? Спасибо, спасибо, Денис. Вот такой вопрос неожиданный. Андрей, сможем заплатить, составить заплату? Ну, насколько я знаю, Дорогобуш платит дивиденды, поэтому вам осталось немножко подождать. Там по закону есть определенное количество дней, в течение которого они выплачивают. Дорогобуш – это не самая плохая компания в части выплаты. Она одна из самых доходных в области дивидендов. Дивиденд ЕЛ там порядка 16%, поэтому, я думаю, компания хорошая. А то, что вы просто немножко торопитесь. На самом деле, по закону, там, в течение определенного периода вам будут выплачены все дивиденды. Если же вам не выплатят дивиденды за прошлый год, то тогда вам нужно обращаться в суд, потому что, если на дату отсечения, на дивидендную дату, вы были акционером, у вас есть документы, это подтверждающие, то, я думаю, любой суд в течение трех секунд решит это в ваше пользу. Про три секунды сейчас ты погорячился, конечно. Ну, да. Ну, в любом случае, да, суд будет защищать права миноритария. Так что, Денис, в этом случае вы не переживайте. Во-первых, а, скорее всего, да, еще есть время, в течение которого компания выплачивает дивиденды. Если все-таки, да, это произойдет, то вот Андрей подсказал абсолютно правильное решение, хотя вот в призме того, о чем мы сегодня говорим, да. Нет, дорогобушие это не та компания, которая... Дело даже не дорогобушие, просто само по себе, да. Ну, это немножко еще другое. Нет, тут уже назначили дивиденды, и ему просто нужно дождаться их получить. Я понял. Если бы их не назначили, то тогда было бы намного сложнее. Тогда да. Тогда необходимо создавать какие-то объединения миноритарных акционеров, обращаться с... Почему не назначили, да, разбираться с этим? Да. Соответственно, получать финансовую отчетность, в которой было бы видно, что платить эти дивиденды либо не из чего, либо их есть из чего платить, и, соответственно, компания не хочет этим делом заниматься. Тогда, соответственно... Но, чем хороша российская история, тем, что мы знаем, какие компании хорошо платят дивиденды, а какие плохо. Поэтому можно туда просто не инвестировать. Отлично. Хотелось что-то добавить? Нет. Хорошо, возвращаемся. Денису ответили, возвращаемся. Значит, наметилась следующая картина. Что у иностранного инвестора, помимо того, что он столкнется с теми же проблемами, что и отечественный инвестор, да, есть еще один минус. Он наивный. Он, я бы сказал, как это правильно выразиться, Андрюш, он испорчен, да, испорчен... Цивилизацией. Цивилизацией, действительно. Он смотрит наивный в России и думает, что здесь все так просто. А здесь так непросто. И как же ему, бедолаги, с этим справиться? Ну, на самом деле, наивный-то наивный, но некоторые примеры мы видели, когда эти вопросы решались на самом верху. Например? Но вопросы, связанные с объединением ТНК-БП, решались на самом верху. И, соответственно, там до этого были разные войнушки. И все войнушки быстро прекратились. Вот. Поэтому, ну, сейчас опять эти войнушки возобновились, но это уже другая история. На самом деле, это то, что инвестор западный цивилизован и знает, как это должно быть, это даже хорошо. Потому что... Хорошо для него, для нас, для рынка. Для нас. Для нас. Потому что мы должны знать, к чему мы должны стремиться. Потому что иногда мы не понимаем западного инвестора, который стучит и бьет копытом и говорит, верните мне мое положенное. А мы, значит, смотрим и думаем, какое положенное, откуда оно возьмется. На самом деле, мы привыкли, что колбаса по 2,20 и все свободны. Вот. Поэтому, я думаю, что это хорошо. Потому что, на самом деле, у нас есть люди, которые, живые люди, которые сидят у нас здесь в стране, которые инвестируют у нас здесь в стране, которые ходят на заседание того же комитета Международного финансового центра и рассказывают о том, какие права миноров конкретно были ущемлены и как это необходимо решить. И, соответственно, именно с этой точки зрения и это позволяет нам двигаться вперед. Иначе мы никогда не станем нормальной цивилизованной страной, если именно эта вещь, частная собственность, это святая вещь на Западе. Святая святых, да. Да. Пока она не будет реализована здесь у нас в стране. Антон, что делать? Да тут, в принципе, что делать уже говорилось, но просто, скажем так, та культура взаимодействия инвестора и имитента, она просто у нас еще не выработана в силу ряда причин. Ну, давай вот без ряда только. Что за причины? Ну, в первую очередь, это, скажем так, в некоторых случаях наплевательское отношение к законодательству. Оно, в свою очередь, произошло от того, что нарушение законодательства в некоторых случаях, в определенных, сходит с рук. Здесь, я, извините, я перебью, у меня противоречие. С одной стороны, я хотел бы, ну, в какой-то степени, какую-то оправдать ситуацию, потому что, ну, что мы, мы живем в капитализме-то, да, без малого, там, 10-15 лет. Мы еще просто всему не научились. А с другой стороны, что-то хочется сказать, что мы и не научимся, потому что есть некое понятие ментальности, которое уже не 10, не 15 ему, да, ему века, века. Нет, на самом деле вопрос не в ментальности. В ментальности, хорошо. Я просто считаю, что в законе четко написано, все инвесторы равны. Да. Вот, и, соответственно, как только вопрос о том, что кто-то ровнее, чем другие, вот когда этот вопрос отпадет, именно тогда мы будем точно таким же филизованным, как все остальные. Потому что, если кто-то ровнее, чем другие, то, соответственно, он имеет возможность уходить, уплывать, уезжать, а, соответственно, остальные инвесторы так и остаются в том, в чем они и остаются. Возможно такая ситуация Однажды все будут равны На это очень хочется надеяться В принципе-то она возможна Теоретически, но пока на практике Так получается не очень Вот мы говорим о том, что Законодательство нормальное, я еще раз повторю Да, у нас Хромает, собственно, регулятор Прихрамывает на одну ногу Ну а как на две? Пусть на одну, ладно На две уж совсем плохо выглядит А как в этом случае На него-то повлиять? То есть над регулятором должен быть новый регулятор Чтобы старый или там Да нет, на самом деле старый регулятор-то не нужен В смысле супер регулятор новый не нужен Есть один и пусть он работает нормально На самом деле А заставить его кто может? Ну или не заставить, кто ему может Ну как обычно, сверху и снизу Есть две вещи Есть инициатива снизу Это наша, да, инвесторская Да, это наша инвесторская Ну, во-первых, существует объединение по защите прав инвесторов И как минимум штук пять существует Соответственно, они, к сожалению, к регулятору уже перестали ходить Они ходят напрямую к компаниям И, соответственно, там отстаивают Они избираются в советы директоров различных компаний Это эффективно? Ну, к регулятору они не пошли Нет, к регулятору они ходили К регулятору они ходили, но бесполезно Бесполезно, да Они уже пошли напрямую Поэтому они отстаивают там уже на границе Зачем ходить в столицу, если нужно интересы отставить на границе Они ходят в разные компании На самом деле, люди это достаточно известны И, в принципе, их труд не пропадет в туне То есть, они работают и, соответственно, это хорошо Потому что институт независимого директора в России, конечно, имеет несколько такие черты Не совсем независимого директора Но, тем не менее, ряд независимых директоров Не самой крупной компанией Всегда удается пробраться И там задавать различные неудобные вопросы И, соответственно, таким образом отстаивать Интересы все-таки миналитарных акционеров Ну, иногда только в своих интересах Иногда, скажем так, в интересах широкого круга миналитарных акционеров Вот, это инициатива снизу А инициатива сверху, я думаю, что Уровень какой, Андрюш? Ну, уровень правительства, да? Уровень, я думаю, либо председатель правительства Либо президента Да, потому что Вопрос доверия инвесторов Вопрос инвестиционного климата в стране Это вот именно первый кирпич На котором все это дело зиждется Поэтому, я думаю, если, скажем так Лично президент на это внимание обратит И спросит у регулятора Потому что регулятор сидит в позиции временщика Сегодня ветер подул в одну сторону Завтра в другую А послезавтра нас здесь всех не будет Вот, поэтому Если президент обратит Или, там, премьер, да Обратит внимание именно на этот вопрос Особое внимание То я думаю, что это может что-то сделать Сдвинуть с мертвой точки зрения Потому что По большому счету Вопрос исполнения закона Должен упираться не в конкретного человека А в сам закон В то, что он должен исполняться И все И не важно, какие завтра люди будут следить за его исполнением Мы смотрим не на фамилию, да? Мы смотрим Вот здесь вступает вопрос ментальности Потому что ментальность чиновника И ментальность инвестора Это две разные вещи Как говорят в Одессе Вот Соответственно В данном случае Ментальность чиновника В том, чтобы ничего не сделать Чтобы мне по шапке сверху не наваляли Ну да А соответственно А то, что там снизу происходит Ну, колготится Колготится Как-то там народ Как это? Помнишь фильм? Белые приходят грабить Красные приходят Куда бедному крестьянину попадают? Вот это, собственно, да Похоже Очень похоже Позиция чиновника Я вижу, меня не трогали Я ничего делать не буду На всякий случай Потому что Сейчас это хорошо А завтра это будет плохо И на самом деле ФСФР Если оно Все-таки проснется И проявит инициативу В этом смысле То поддержка именно От минора Во всех компаниях У него будет обеспечена Потому что Западные инвесторы Научили нас Собирать все Непотребные факты Неправильное управление Компанией А соответственно Дальше объединившись В различные эти ассоциации И так далее Или просто Как частные акционеры Я владею там какой-то Одной акцией Я знаю, что в этой компании Происходит Соответственно Я после этого могу прийти И представить эту информацию В СФР А дальше пусть она Четко В соответствии с духом Буковой закона Исполняет И Ну и дай бог Дай бог Огромное спасибо Мы закачиваем сухой остаток Меня зовут Олег Дмитриев В гостях Антон Сафонов Андрей Гриценко Проблема есть Но проблема решаемая Дай бог Чтобы она решилась Всего хорошего Уважаемые слушатели Успехов на рынке